Депутаты парламента исполнили желания 170 детишек, воспитанников социальных учреждений республики. Как исполнились заветные желания воспитанников социальных учреждений республики, расскажет шерифат Левшокова. В здании правительства в этот день были необычные посетители. Множество волонтёров выполняли приятную миссию. Они заносили в машину новогодние подарки. Около 200 минных пакетов со сладостями, игрушками, книгами, гаджетами предназначались юным воспитанникам детского дома, реабилитационного центра «Надежда» и дома-интерната «Забота». Ранее все желания ребят были размещены на игрушках волшебной ёлки желаний, установленной в фойе Дома правительства. По традиции глава республики и спикер парламента прочитали и исполнили все пожелания, которые теперь с трудом вмещались в транспорт. Сегодня мы исполняем мечты наших детей, которые находятся у нас в социальных учреждениях нашего региона. Наши волонтёры в рамках общероссийской акции «Мы вместе» сегодня занимаются развозкой подарков. Подарки с акции «Ёлка желаний» главы, которая у нас проходила буквально на днях. Сейчас мы поедем по маршруту. Порядка 10 волонтёров участвуют. Это различные организации, и «Молодёжка УНФ», и «Молодая гвардия», это волонтёры «Единая Россия». Наши волонтёры нашего штаба «Мы вместе», волонтёры Конституции. Просто такие вот у нас есть студенты из спидколледжа, которые пришли поддержать нас сегодня. Всем хочу выразить огромную благодарность. Свыше 70 воспитанников Центра «Надежда» с нетерпением ждали во дворе гостей. В предвкушении праздника ребята даже отказались от обеда. Уж очень им хотелось увидеть свои подарки. В ожидании этих подарков мы написали письма. В ожидании подарков дети уже много раз спрашивали. Мы сказали, конечно, они будут. Сегодня вот мы дождались. Детки все прекрасно помнят, что они написали. Надеюсь, для детей начинается праздничная уже неделя. Мы сегодня получаем, наверное, самые главные подарки, которые дети именно желали получить. Будут ещё различные спонсоры, различные подарки от других учреждений и ведомств. Надеемся, что наши дети в таких условиях, встречая Новый год, не заметят этого дискомфорта, который у нас происходит. Ну и мы постараемся организовать максимально все праздничные мероприятия, все подарки передадим в соответствии со всеми требованиями Санпина. Получила подарок и Люда Мусакаева. Девочка недавно разбила свой телефон и очень хотела новый. Конечно, её желание было исполнено. В придачу она получила ещё один подарок. Я на Новый год хотела получить беспроводные наушники, чтобы слушать их. И получился такой подарок. Ждали волонтёров и в посёлке Московском. Своим подарком были рады воспитанники детского дома и дома-интерната «Забота». Они встречали волонтёров на улице перед входом в здание. Каждый из особенных ребят получил именной подарок, сделавший в этот день их немного счастливей. Это и стало наградой для дарителей. Им удалось подарить детям главное – новогоднее волшебство. Шельфат Левшокова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.